Успешность бизнеса Мы шли к этому много лет, ставили перед собой только самые высокие планки, желали дать клиенту идеальный инструмент для достижения его целей. Сегодня мы готовы к любым задачам. Пройденный юнитский Stream Technologies путь – это опыт трудных побед, в котором закалялась наша команда. Сегодня в компании более 60 конструкторских бюро, 9 этажей проектного офиса, свыше 1000 специалистов. Наша профессия – разработка, проектирование и эксплуатация комплексов UST. Сформированы школы в инженерии и конструировании транспорта и инфраструктуры. Компания имеет весь набор подтверждающих компетенции. Аккредитована Национальной Академией Наук в качестве научной организации. Постоянное развитие, высокие стандарты и самое современное техническое оснащение, стиль которого мы придерживаемся. Чтобы гарантировать наилучшие качества, мы стремимся сопровождать свои разработки от первого эскиза до воплощения. Наш производственный центр – часть единой цепочки творчества, проектирования, изготовления комплектующих, финальной сборки и испытаний. 20 цехов, 4000 квадратных метров и более 200 профессионалов. Высокоточные станки с числовым программным управлением. Возможность быстрой перенастройки и оптимизации. Изготовление самых сложных элементов в самые короткие сроки. Мы сами производим мотор-колеса, кузова и рамы наших юнимобилей, системы автоматики и безопасности, накопители энергии и электродвигатели. Для того, чтобы достичь результата, мы построили несколько специальных сертификационных комплексов. Разные виды дорог, различные модели транспорта, два типа климатических условий. Около 60 гектаров испытательно-демонстрационных площадей в Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратах. Собственные лаборатории, объекты энергетики и инфраструктуры, сервисные центры, диспетчерские, автоматизированные системы управления. На этих площадках мы тщательно тестируем наши решения, чтобы убедиться в их эффективности, надежности, комфорте и безопасности. Все решения UST проектируются, производятся и эксплуатируются в соответствии с международными нормативами. В подтверждение этого, в 2021 году мы впервые получили сертификат соответствия от TUV Southwest, ведущей в мире организации в области безопасности и качества. Не останавливаясь на достигнутом, Юницкий Stream Technologies неустанно совершенствует свою продукцию. Мы знаем, что успешность бизнеса зависит от эффективности предлагаемых решений. Основываясь на лучшем, что было до нас, не пытаясь подражать никому из тех, кто находится рядом, мы создаем оптимальные транспортные комплексы. Настолько хорошие, насколько это вообще возможно. Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас на сегодняшней встрече компании SkyWorld Community. И, конечно же, речь пойдет о нашей технологии с максимальной любовью, потому что это технология, которая запустит серию изменений в нашем мире, как в биосфере, так и в техногенной сфере, в нашем главном детище, которое поможет нам жить на этой планете, как в раю, в изобилии, в благополучии, с технологиями Анатолия Эдуардовича Юницкого. Давайте познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов, я из города Даугавпилс, из Латвии, и уже с 2016 года я узнал о данном проекте, и сначала прошел мимо. Прошел мимо, потому что это было как-то слишком далеко, слишком глобально, масштабно, какой-то планетарный проект, новый вид транспорта, это ли вообще возможно? Все же уже как бы придумано более или менее, так каких-то сильных больших изменений не может быть, и инвестирование тоже. Но в итоге, спустя полгода, я все-таки решил проверить, а что же это такое, с чем это связано, какие мысли у меня появятся, что действительно можно изменить этим в мире, и почему кто-то положил всю свою жизнь для того, чтобы создать это и донести для других людей. Я был удивлен тем, что есть такой ученый, который действительно хочет сделать из нашего мира, из наших технологий наилучшее. То, что, как скажем, по правилу первому, никому не навреди. И именно такие технологии безвредные должны быть в биосфере, ведь наша планета живая, такие же, как и мы. И нам необходима одна и та же среда, чтобы быть здоровыми, чтобы быть счастливыми, чтобы, так скажем, хорошо взаимодействовать, жить долго и быть эффективными, быть энергичными. Поэтому оказалось, что технологии действительно сильно влияют на наш окружающий мир, на нашу жизнь. И что оказалось самым актуальным, самым земным и самым понятным? Оказалось, это транспорт. Именно транспорт — это, с одной стороны, глобальная и огромная часть, крупнейшая инфраструктура. С другой стороны, по технологиям Юницкого — это самая маленькая, самая понятная, самая земная технология, которую просто именно сейчас актуальнее всего вводить в наш мир. Потому что она поможет не только новым городам, но и существующим городам, передвижению между городами и странами. И повлияет не только на человека, но на все живые существа. То есть на всех абсолютно, потому что транспорт затрагивает абсолютно каждое живое существо. И флору, и фауну, и дамы, и господа. Человечество — это всего лишь одна семья из 12 миллионов разных видов живых организмов. Мы просто самые влиятельные, поэтому на нас лежит самая большая ответственность за то, какой мир мы передадим дальше. Давайте немножко углубимся в нашу технологию. Почему же она настолько чудесная? Почему же она настолько сильно поможет и настолько актуальна, что 600 тысяч человек с разных уголков планеты, живущих на разных континентах, в разных странах, говорящих на разных языках, с разным менталитетом, но с общими едиными фундаментальными ценностями объединились в Sky World Community, чтобы помогать гениальному ученому трансформировать наш мир, модернизировать его именно в тот вариант, в котором мы будем жить в благополучии и изобилии. И сейчас, дамы и господа, мы находимся на пятнадцатом этапе развития из пятнадцати. Последний финишный этап, самый мощный, самый сложный, самый дорогостоящий, но последний. Это значит, что все остальные 14 этапов, все задачи, которые были поставлены, они уже выполнены. И, конечно же, главная благодарность идет Анатолию Эдуардовичу Янискому, ученому, который смог это все совместить вместе, нашел в себе силы пронести всю эту технологию сквозь скритику, сквозь недоброжелателей, которые пытались и отобрать, и украсть данные технологии разные, но не помочь их воплотить в первую очередь, но с помощью людей, именно с помощью народа, главного потребителя этой услуги, так скажем, именно с помощью тех, кто больше всего пользуется транспортом, именно с помощью народа, и получилось реализовать данный проект. Первый адресный проект уже построен, и еще несколько уже, так скажем, в процессе строительства нам об этом заявлял генеральный директор, наш генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Яниский. И уверен, что к окончанию этого года нас ждут новые прекрасные, так скажем, новости, которые порадуют каждого участника, который хоть как-то сопричастен с данной прекрасной технологией и с этим чудесным проектом. Еще раз рад приветствовать всем, вижу тут приветы из Белоруссии. Да, пожалуйста, напишите, откуда вы, напишите вашу страну, напишите ваш город, откуда вы подключились к нашей встрече. Я благодарю вас за ваше внимание в первую очередь, ведь всюду, куда направлено наше внимание, именно это и растет. И именно от такого внимания мы и прошли так много сложных этапов, целых 15 этапов. Так что это заслуга абсолютно каждого человека, который поучаствовал в нашей технологии, стал ее совладельцем. Да, Александр, благодарю вас, пожалуйста, пишите в чат, если у вас есть вопросы, либо оставляйте их на окончание презентации. Также у нас есть в нашем чате корпоративная почта, на которую вы можете написать и связаться для того, чтобы узнать, а как же еще более детально, либо более эффективно вы можете полученные знания, которые вы услышите и увидите на этой встрече, либо узнаете от своих друзей и партнеров, либо с нашего официального сайта SkyWorldCommunity, как вы можете использовать эту информацию в улучшении всего мира и своей жизни, конечно же. Поэтому пишите. Привет-привет, Урал, Свердловская область, привет, Москва, привет, Беларусь, привет, Латвия и привет всем остальным. В общем, струнный транспорт – это то, что нас свяжет в скором времени, дорогие друзья, причем сделает наши путешествия к друг другу в гости очень быстрыми, легкими, безопасными и экономичными. Ведь это действительно не просто система, а полноценный комплекс, объединяющий много систем и подсистем. То есть транспорт, он связывает и объединяет нас, ускоряет нас, дает новые возможности, новые территории, новые ресурсы, новые знакомства, с помощью которых мы растем. Иногда одна встреча или с одним человеком, и разговор с ним небольшой, даже пять минут, либо поездка в определенное место может изменить абсолютно все ваше представление о, например, каком-то вопросе, которого сейчас очень-очень, так скажем, владеет вашей головой. Иногда действительно одно слово или один небольшой разговор может изменить наше состояние, придать нам мотивации, вдохновение, либо, так скажем, создать идею, которая сможет нам помочь. Поэтому транспорт, именно общественный транспорт, не какой-то отдельный джет, либо хиперлупы, либо еще что-то на несколько человек или десятков, которым смогут пользоваться только те, у которых, ну, типа, рейс, ну, тысячу долларов готов заплатить за рейс, или там 10 тысяч, ну, нормально. Вот. На самом деле, главная задача транспорта именно в общей нашей человеческой структуре. То есть все человечество должно перемещаться, не только какие-то отдельные страны. И это значит, каждая страна должна иметь возможность позволить себе этот транспорт. И эта транспортная инфраструктура, которую мы с вами успешно реализуем, она именно такая. Именно настолько экономичная, потому что занимает минимальное количество земли и минимальное количество ресурсов, минимальное количество энергии на передвижение, ускорение, поддержание скорости и торможения. То есть все было продумано Анатолием Эдуардовичем и доведено до максимальных показателей на сей момент. Но это не значит, что они останавливаются, наши инженеры и сам Анатолий Эдуардович. Ведь уже около тысячи сотрудников, более 80 конструкторских бюро каждый день работают над улучшением данной технологии, над улучшением инфраструктуры. И уже сейчас пятое поколение транспорта производится. То есть мы вышли на еще более высокий уровень за последние несколько лет. И то, что сейчас будет представляться, и то, что мы увидим в первых адресных проектах, которые сейчас уже запущены, уверен, заставит нас чувствовать гордость, чувствовать ощущение благости и благодарности за то, что мы сделали это вместе, и за то, что Анатолий Эдуардович, такое вот существо на нашей планете, появился и всю жизнь уделил тому, чтобы дать всему человечеству все необходимые технологии, для того, чтобы оно могло жить на нашей планете тысячи лет, постоянно развиваясь. Именно с помощью решений Unisky Stream Technology мы сможем объять всю Землю и каждый город, и уже существующий город, и новый город. Но представляете, главное, что даже существующие города, которые сейчас настолько сильно застряли в пробках, настолько сильно застряли в загазованностях, то есть в городах качество воздуха очень резко снизилось за последние десятилетия, и скорость передвижения очень-очень ушла. Но со струнным транспортом второго уровня мы сможем передвигаться и строить трассы, особенно с учетом наших спутников, фотографий, загруженности маршрутов, то есть статистики. Мы сможем делать самые эффективные маршруты в городах и между городов. При том, что наш транспорт может идти и вдоль квартала, и поперек квартала, и по диагонали квартала, над ним. И даже, например, там, где здание, как сейчас в Арабских Эмиратах, в высотке можно будет перемещаться сверху, либо чтобы трасса проходила сквозь здание, при этом не нася на него никакую нагрузку. То есть Анатолий Эдуардович создал такую инфраструктуру, которая суперадаптивна, легко интегрируема куда угодно, в любые климатические условия, даже в вечную мерслоту, или, наоборот, в полную жару пустыни. Все сделано для того, чтобы одной самой наилучшей, самой эффективной, продуктивной и экологичной системой объединить абсолютно все человечество в так называемый транснет, так скажем, в общую сеть. И по представлениям Анатолия Эдуардовича за 21 век мы можем построить около 20 миллионов километров дорог, потому что этот способ строительства, он сейчас будет все более и более отработан, и мы сможем делать очень-очень много километров в сутки. Если когда железная дорога потихонечку, точнее не потихонечку, а большими масштабами развивалась, и это было такое ноу-хау, тогда кирками и лопатами строили по 30 километров в день, вручную. Представляете, с насчетом наших роботов, технологий, искусственных интеллектов, с какой скоростью мы сейчас сможем строить подобные трассы. При том, что землеотвод минимальный, и само строительство анкерных и промежуточных опор будет занимать минимум времени. То есть главное тут соблюдать технологию, для того, чтобы было фантастическое, наивысшее качество и наивысшая безопасность. Конечно же, транспорт очень в широком виде был разработан Анатолием Эдуардовичем от пассажирского, от самого маленького, до пассажиропотока, как у метро. То есть мы действительно можем встать наряду, прийти на помощь существующим видам транспорта и не уступать ему в характеристиках, а превозвышать эти характеристики, при том, что все негативные аспекты транспорта исключены. Это заслуга нашего генерального конструктора и его сотрудников, его гениальной инженерной школы, которую удалось собрать за последние годы. Ведь, как говорит Анатолий Эдуардович, то производство, то та инженерная школа, которую сейчас создалась благодаря Sky World Community, нашему проекту и Анатолию Эдуардовичу, она является сильнейшей в Белоруссии, возможно, и в России даже. Как минимум, те проекты, которые мы уже делали, например, транспорт разработали в России, экологические электрокары, но нету мощностей, чтобы сделать его произвести. И его разработанные передали нам для того, чтобы мы его произвели на своих заводах. И мы справились прекрасно с этой задачей. Конечно же, принеся прибыль в нашу инжиниринговую компанию. То есть, то, что мы собрали с вами, является вышкой, топом. Действительно, передовые технологии, передовые специалисты, передовые программы, передовые станки, методы работы. То есть, все делается на самом высоком уровне. Ведь мы делаем новую, новую, новый мир. Ведь Анатолий Эдуардович инженер нового мира. И я, глядя на наш транспорт, уже который в железе, более 14 транспортных модулей, более 6 трасс построено. То есть, это все в железе, это все создано, это все испытывается, демонстрируется. И главная задача нашего проекта сертифицируется. Ведь весь проект, все 15 этапов, главным образом были рассчитаны на то, чтобы сертифицировать технологию. Чтобы технологию по всем документам бюрократическим, по всем, так скажем, бумажкам и законам, можно было его строить безопасно, чтобы он отражал то, что он из себя представляет. То есть, свои характеристики, свою безопасность, цикличность и прочие разные вещи. И с этим мы справляемся просто прекрасно. Потому что это не первые работы Анатолия Эдуардовича. Ведь он создал более 150 изобретений, более 20 монографий написал, несколько грантов в ООН. И причем в разных сферах. Также его одно из высших образований является патентное право. То есть, наша технология защищена. Наша народная технология, которая, можно сказать, принадлежит народу. Представляете, 600 тысяч человек, больше полумиллиона человек поняли, что они настолько сильны, что могут ухаживать не только за собой или своей семьей и дать ей благо, но и более того, за нашей планетой, за нашим космическим транспортом, на котором мы, так скажем, в нашем космосе передвигаемся. Ведь это действительно, как автомобиль на автобане. Только мы в космосе, на космическом корабле, планета Земля, наш дом, наш живой дом. И именно от нас зависит, какой этот дом будет через 2, 3, 5 лет. Или какой, каким его увидят наши дети или наши внуки, когда родятся и посмотрят на этот окружающий мир, а он похож, например, на ад. Везде все в дыму. И как в фильмах, как в «Матрице», например, представляете эту картинку. И такое ведь может быть. Я уверен, что вы уже видели за свою жизнь либо собственными глазами, либо где-то на видео, как живут некоторые регионы нашей планеты. Города, в которых не видно ничего и невозможно дышать. Или города, над которым полкилометровый смог от машин и от заводов. Это все наша планета. И этот ад, он может существовать. Человек может его сделать на этой планете. Но также есть и другая альтернатива, которую предлагает Анатолий Эдуардович Ницкий. Сделать рай на нашей планете. То есть, что значит рай? Ведь мы уже видели на нашей планете места, как будто они как рай. И мы чувствовали себя, каждый в своей жизни хотя бы несколько раз чувствовал себя, что он как будто как в раю. То есть, получается, дамы и господа, мы можем с вами сделать и то, и другое на нашей планете. Вопрос, что мы выберем? Мне, когда я вижу подобную технологию, особенно, когда я приехал в Объединенные Арабские Эмираты и увидел наш экологический деревянный дом, который весь процветает. Вокруг безжизненная пустыня, а он прям цветет, прям пахнет. От него веет свежим воздухом. Множество птиц рядом, потому что там все цветет. И все в цветах. Нереально вкусный запах. Даже пчелы завелись. Действительно, есть улей. То есть, Юницкий создает рай на этой планете. Причем, он сразу и с самого начала говорил, наша техногенная сфера никуда не денется. Это наше детище. Мы уже не можем отказаться от нее. Но мы обязаны перевести ее в безвредную, чтобы она приносила ту пользу, которая нам необходима, но при этом не вредила ни человеку, ни всему остальному живому. Ведь человек — это лишь маленькая частичка этой живой планеты. А вся биосфера, все живое, от которой мы же и зависим. Потому что от чистоты воздуха, от чистоты воды, от насыщенности и здоровья нашей Земли зависит то, как много мы будем жить, как хорошо мы себя будем чувствовать. И, следовательно, какие возможности и способности перед нами и нашими детьми будут открыты. Все это, дамы и господа, в наших руках, и мы успешно реализуем движение в сторону благополучного, изобильного рая. И это можно увидеть. Это можно увидеть уже и в Белоруссии, и в Объединенных Арабских Эмиратах. Вижу хорошие очень комбинарии. У нас сельские дороги без асфальта, грунтовка и плитка наложены. Видимо, с одной стороны, это более полезно, ведь асфальт, просто эта земля чуть более жива, чем которая под асфальтом. Но с производством гумуса, скажем, с озеленением по технологиям Юницкого, мы сможем этот асфальт постепенно заменять. Сначала его будет необходимо меньше. То есть все то, что сейчас отведено под дороги, они потихонечку будут уменьшаться, ведь пассажиропоток будет переходить на струнный транспорт второго уровня. Мы придем на помощь, мы придем на смену, на трансформацию, как когда-то был пейджер, а потом появился мобильный телефон. Люди просто начали выбирать то, что лучше для них, то, что эффективнее, то, что сохраняет их время, сохраняет их энергию, то, что дает им больше возможностей. И эти все аспекты точно про струнный транспорт по отношению ко всем другим транспортным отраслям. То есть, дамы и господа, когда мы вместе с вами, заменив только даже транспорт, так скажем, поднимем все человечество на голову выше, дадим огромному количеству, миллиардам людей новые возможности, новые возможности учебы, новые возможности работы, новые возможности торговли, и, конечно же, знакомство между друг другом для того, чтобы сделать жизнь друг друга лучше. Это все в наших руках, и это все в наших силах. Но и не только пассажиры, и не только люди получат пользу, ну, конечно же, от транспорта, от пассажирского транспорта. Ведь у нас еще будет, кроме пассажирского транспорта, и грузовой транспорт. Потому что это одна из, так скажем, мощнейших индустрий, мощнейших инфраструктур, и один из самых дорогостоящих бизнесов. Грузоперевозки. Именно с помощью подобного, например, юнитрака, который может перевозить сыпучие, жидкие или штучные грузы, мы сможем автоматизировать грузоперевозки. Причем это транспортное средство, как и все другие, будет двигаться абсолютно автономно. То есть один человек приблизительно на 300 километров, на сотни транспортных средств, всего лишь будет необходим. Для того, чтобы просто курировать и смотреть за показателями, что все идет как надо. То есть с помощью такого автоматизированного транспорта мы сможем освободить человека от ненужной деятельности, при этом сделав ее быстрее, сделав ее безопаснее, сделав ее экологичнее и сделав ее экономичнее. То есть по новой системе с помощью струнного транспорта мы сможем в эру потребления, там где все товары настолько необходимые и постоянно циркулируют по всей планете, мы сможем помочь этой сфере и даже в какой-то момент перенять эту сферу на себя. То есть самый дорогостоящий, самый прибыльный бизнес, один из самых прибыльных и самых дорогостоящих, это транспортная инфраструктура, станет народным, станет народным бизнесом. И именно люди, сами потребители товаров и, так скажем, этого товара путешествия, товара оборота по планете будет частично в их руках. И, конечно же, все будет приходить быстрее и все будет стоить дешевле. Ведь посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. One dollar per one hundred ton for kilometer. Один доллар за 100 тонн на один километр. Просто представьте, насколько это важно, чтобы лучше почувствовать. Вопрос. За сколько вот один человек, конкретно вы, смогли бы перетащить тонну груза на один километр? Вот когда ты представляешь тонну груза и ты понимаешь, что тебе нужно на километр его перенести, ты понимаешь, какая это огромная работа. Представляете, а в сто раз больше 100 тонн на километр? Я не знаю, я бы взял, наверное, ну, тысяч триста долларов. Вот. А тут нужно будет заплатить всего один доллар. Один доллар за 100 тонн на километр. Это неимоверная просто цена. Для многих они даже не могут представить и подумать, ну, как это? Это невозможно как будто рассчитать. Не может получиться такая цифра. Но когда мы разговаривали с Анатолием Эдуардовичем, он говорит, это еще что? Мы когда развернемся посерьезней, возможно, сделаем и еще дешевле, потому что технология не будет стоять на месте, она будет только улучшаться. Действительно, с одной стороны кажется сказка, с другой стороны, дамы и господа, мы с вами творцы, части вселенной, части Бога. Мы с вами творим и созидаем. И в данный момент эту сказку творим мы с вами. То, что 10 лет назад, ну вот 10 лет назад, если бы не рассказали, что я сейчас буду об этом разговаривать и что у нас будут такие результаты, я бы, возможно, даже не поверил. Но сейчас я понимаю, что спасибо вам, мы эту сказку сделали вместе. И грузы перевозки очень сильно ускорят, облегчат и повысят качество жизни каждого человека. Поможет и в разработке месторождений. И там, где тяжело вообще с транспортом, там, где по экономическим причинам его не могут нормально построить, либо в широком исполнении, чтобы хватало всем для удовлетворения нужд человеков, людей этого региона. Но, также и, например, Индонезия, 18 тысяч островов. И именно струнный транспорт прекрасно свяжет эти острова. Либо горные местности Индонезии, где большие перепады. Именно с помощью струнного транспорта мы сможем сделать, так скажем, то сообщение безопасное. И на долгие-долгие десятилетия, если не на века, как говорит Анатолий Эдуардович, сможем дать способ взаимодействия с окружающим миром. Не только в конкретной точке, там, где ты родился, а целиком, на всем нашем доме. Планета Земля. Приятно ощущать, что нам доверили возможность участвовать в этом, что мы являемся неотъемлемой частью того, что это происходит. Ведь самый дорогостоящий и самый прибыльный бизнес является и самым коррумпированным. И не, так скажем, не один раз вставлялись палки в колеса в продвижении данной технологии. Но ничего страшного. Нас не остановить, нас не сломить. И что бы ни происходило, пятнадцатый этап в данный момент реализует себя. Мы реализуем его и подходим ко всей сертификации под самое завершение. Наше практическое применение этой технологии уже скоро покажет себя в полной мере. Я уверен, после одного года, когда покажут экономические документы, экономическое обоснование, как изменилась экономика данного региона, данной корпорации, города или страны с учетом наших струнных транспортных систем. И когда это увидят другие, не то что, будут километровые очереди на наш транспорт, на наши трассы. И, конечно же, уже очень хочется увидеть какой-то план или видение, как быстрее построить по заводу или по несколько заводов на каждом континенте. Ведь это нужно будет ускорять, нужно будет делать так, чтобы как можно скорее эти трассы, этот транспорт, который полностью автоматический, который полностью освобождает время человека и делает безопасным его путь, весь наш 21 век будет действительно невероятным изменением. Невероятным изменением и только это первые технологии, но пойдут же еще и следующие. И наши эко-дома, и вакуумное стекло, и электроэнергия, гумус, эко-поселение, линейные города, и космическая программа, которая тоже уже начала свой старт, и уже в этом году будет шестая конференция по безракетному освоению космоса. Проблемы, идеи, решения. Это отличная тема для просмотра за место новостей или телевизора, или художественного фильма. Зайдите, пожалуйста, на YouTube, зайдите к Анатолий Юницкий, официальный канал, и посмотрите несколько его фильмов. Например, «Техногенная цивилизационная развилка», то есть путь, который сейчас стоит перед нами. То решение, та точка, где мы сейчас находимся. Ведь без экологических технологий, без вымещения вредоносных технологий с биосферы наша планета может дойти до точки невозврата уже через несколько поколений. И вы видите, что сейчас происходит с нашей природой, с нашей погодой, с нашими катаклизмами. Дамы и господа, это наша с вами ответственность. Причем, не думайте, что кто-то один ответственный, а второй нет. Просто кто-то уже способен с этим что-то делать, а кому-то еще совсем не до этого. Кто-то еще просто не дорос. И обижаться, или злиться, или ругаться на них абсолютно нет смысла. Любить и понимать это единственный способ быстрее расти. Но те, кто уже понимает, кто уже участвует, я благодарю вас, потому что это свободное и вольное решение приносит благо абсолютно всему живому на нашей планете. И это очень-очень-очень большое действие и дело в наших жизнях. Мы, каждый из нас, из этих 600 тысяч человек, внесли свою лепту в изменение мира. От любви, от желания помочь, от желания сделать действительно лучшее, на что только способно сейчас человечество. И мы сейчас как раз народом делаем лучшее для народа, но и не только. Для всего живого на нашей планете. Огромная команда, которую мы собрали и сейчас, и в будущем будет делать этот мир все более модернизированным, все более автоматическим, все более вкусным, приятным, все более эффективным и экономичным. Именно с помощью технологии Анатолия Эдуардовича я вижу ближайшие столетия развития. Потому что Анатолий Эдуардович не просто так получил премию мира в Братиславе, в Словакии в 2018 году. И он получил не за первую технологию, не за струнный транспорт, а за целую серию технологий. За целую серию, в которой множество включено. И там были серьезные ученые, международные, признанные, которые это взвесили, которые это просчитали. Просто так премию мира не дали бы. И именно с помощью, так скажем, ему дали премию мира, потому что у этого ученого есть не просто какая-то часть модернизации нашего мира или какая-то отдельная сфера. У него есть комплексное видение всех сфер, того, как они взаимосвязаны между собой. И на столетие вперед проработано то, как человечество может развиваться, при этом процветая. И именно с полной целью на процветание. что мы сейчас видим с нашей техногенной сферой, есть как польза, так и огромный вред. Вот с вредом мы сейчас и разбираемся. Мы, так скажем, вытесняем его, оставляя только пользу. Конечно же, и гумус, и вакуумное стекло, и новый вид электроэнергии чистой, которая более чем на 5000 лет хватит всему человечеству по технологиям Анатолия Эдуардовича. И наши эко-дома, которые sustainable, самообеспечения у этих домов. То есть, они смогут собирать электричество, там же у них правильно расходуется и уходит вода для того, чтобы вся зелень внутри нашего дома, в наших гостиных, на наших крышах росла еще больше. Сейчас уже это можно увидеть в Белоруссии. Там построены, так скажем, как дома, в которые вы можете заселиться с своими близкими, с друзьями и увидеть, как это, когда у тебя инжир растет прямо в гостиной. И у тебя маленький сад прямо в гостиной. И вся вода, которая проходит по дому, любая, она вся идет к растениям. То есть, все взаимосвязано. И чем больше людей живет в доме, тем лучше растет вся зелень в этом экологическом доме. И это только дома. Представьте, эко-поселения и линейные города. Это вообще, так скажем, мечта, что мы от двух до десяти тысяч человек будем жить в экологическом кластере, где вообще отсутствуют вредоносные технологии. То есть, биосфера, все живое, все живые организмы будут развиваться максимально качественно и максимально благотворно. Именно к этому и двигается Анатолий Эдуардович. Именно это он предложил более сорока лет в космосе и разрабатывал свои технологии для космоса. Но тогда это приняло не сильно большой оборот. И он начал это дело уменьшать, упрощать, так скажем, перейдя с космоса на более простое, более понятное, более земное. Здесь, на планете, где есть и вода, и гравитация, и кислород, то есть там, где все гораздо проще. Но этот путь, этот экологический путь, этот путь закрывающих технологий, то есть автоматизированных технологий, которые помогут всему человечеству, так скажем, жить беззаботно, беззаботно, здорово и счастливо. Юницкий и все его единомышленники в течение последних восьми, девяти, а некоторые, может быть, и двадцати, тридцати лет, кто был с этим человеком, кто помогал ему идти вперед, Юницкий, так скажем, дает образование. Изучая его технологии, изучая его монографии, все технологии, которые он представил, и его проекты, которые мы сейчас развиваем и будем развивать, ты более глобально видишь нашу планету, более глобально понимаешь ее биологию, то есть из чего состоит биосфера, как она работает, насколько все взаимосвязано и какой огромной частью является человечество. И без биосферы мы никак не сможем выжить на этой планете, поэтому наша задача сохранить ее и приумножить, ведь от этого зависит и наша сохранность и приумножение, как в количестве, так и в качестве нашей жизни. Это мы сможем сделать только вместе. Именно объединение нас с вами дает такую большую мощь, такую большую энтерапию, такое большое движение в сторону прекрасного райского мира, где нам будет возможно жить абсолютно так, как мы представляем, как мы хотим, как мы желаем, так, как мы бы желали для наших детей. Давайте закрепим чуть-чуть, увидев, какая наша компания на данный момент, чтобы каждый из вас, дамы и господа, смог понять, что каждый человек и его решение сейчас важно. Без каждого из вас, без каждого человека, которые были до вас в данном проекте, мы бы не построили то, что вы сейчас увидите. Мы бы просто не смогли это сделать. Но вот это с миру по нитке мы создаем не то, что голому рубашку, мы создаем новый экологически процветающий мир. И я считаю, что мы создаем его абсолютно эффективно и абсолютно успешно. Еще в 2014 году было сложно представить, что из обыкновенного танкового полигона будет создан полноценный центр испытаний и сертификации прорывной транспортной технологии Юницкий Стринг Технологис. Благодаря инженерной идее генерального конструктора Анатолия Юницкого за 8 лет было создано то, на что не способны крупнейшие современные корпорации 21 века. В начале пути им и небольшой группой его сторонников были начаты первые работы по преобразованию танкового полигона в Экотехнопарк в Центр испытаний и демонстрации технологий UST в Беларуси. В 2015 году к поддержке проекта присоединилась международная социально-вентюрная экосистема SkyWorld Community специализирующаяся на финансировании зеленых технологий. Она позволила ускорить бесперебойное финансирование проекта. Уже в 2016 году на легкой трассе в Экотехнопарке были проведены первые испытания полноценного транспортного модуля Юнибайка. Те, кто не верил в существование инновационного транспорта, могли лично развеять свои сомнения, побывав на показательном экофестивале в Беларуси. В этом же году ЮСТ врывается в крупную транспортную гонку, где презентуют себя на известной по всему миру транспортной выставке Innotrans 2016 в Берлине. Это более двух с половиной тысяч компаний из шестидесяти стран, 140 мировых премьер, 300 инноваций, около 130 единиц техники на открытой площадке, общей площадью 220 тысяч квадратных метров. Технология ЮСТ вызвала большой интерес и стала центром внимания крупного бизнеса, правительственных делегаций и десятков тысяч людей со всего мира. С того момента интерес к технологии резко вырос. Его массово подхватили зарубежные СМИ. Количество делегаций, посещающих экотехнопарк, увеличилось до нескольких десятков в год, а печатных и интернет-изданий, освещающих технологию, до тысяч. В 2017 году начались интенсивные испытания городских и грузовых трасс. Шла бесперебойная сертификация транспортной структуры и отдельных ее элементов. Компания соответствовала самым жестким требованиям и стандартам качества, после чего с уверенностью вышла на международный рынок. Началось строительство инновационного центра испытаний ЮСКАЙ в ОАЭ в Шарджа. Несмотря на суровые условия пандемии, когда тысячи компаний по всему миру признавали себя банкротами, закрывались и уходили с рынка, компания предстоять любым мировым кризисом и сложностям, упрочив свои позиции на международной арене. В 2019 году была продемонстрирована первая перевозка пассажиров на легкой трассе. В 2020 началась активная сертификация в ОАЭ. Буквально через год было анонсировано заключение контрактов по четырем адресным проектам. В 2022 году запустились завершающие этапы тестирования грузовых трасс. И нет никаких сомнений в том, что в ближайшее время мы действие грузовой транспорт, вызывающий большой интерес у потенциальных заказчиков и крупного бизнеса со всего мира. Благодаря стабильно привлекаемому финансированию и поддержке партнеров со всего мира, мощному кадровому потенциалу EST Incorporated и грамотному управленческому подходу, на сегодняшний день в арсенале компаний 86 конструкторских бюро, 36 зданий и сооружений, более 3000 единиц машин и оборудования, а также 36 гектаров площадей демонстрационно- сертификационного центра и 6 полноценных транспортных комплексов, включая пассажирские и грузовые трассы, анкерные опоры, пересадочные станции, демонстрирующие потенциал транспортно-инфраструктурных комплексов EST. Ежегодно предоставляемая финансовая отчетность, юридическая чистота, открытость компании, ее готовность противостоять мировым кризисам и адресность привлекаемого финансирования очевидный залог успеха на международной арене. 14 этапов развития компании пройдены, впереди финальный, 15 этап, завершив который, компания продемонстрирует высокоскоростной транспорт и навсегда снимет все вопросы, устранит сомнения в ее конкурентоспособности и продемонстрирует свой финансовый потенциал. Вы все еще можете стать совладельцем инновационных транспортных решений EST, получив доли компании до ее выхода на международный рынок. Присоединяйтесь к надежному, стабильно развивающемуся проекту 21 века и обеспечьте свое финансовое будущее вместе с Юницкий Стринг Технологис Инкорпорейтед. Дамы и господа, и мы с вами сделали это вместе. Люди, люди, именно народ объединился и создал все, что вы сейчас видите. И причем довел это до такого состояния, что в этом году наша компания вышла на, так скажем, самоокупаемость. То есть, уже настолько высокое состояние готовности, уже завершающий этап нашего проекта, что мы практически полностью готовы выходить на рынок. Практически полностью собраны все мощности, возможности реализовывать команда наши заводы, предзаказы, все практически готово для того, чтобы улучшать наш мир семимильными шагами. Но это что значит? Что уже в следующем году, 24-й год, и это уже официальные новости, которые вы можете посмотреть на официальном сайте SkyWorld Community, в 24-й год, будет первая прибыль уже существующей технологии. Это уже не зависит от 15-го этапа. Мы можем закончить его хоть за месяц, если придет большие инвестиции, или за несколько месяцев, или за полгода, но наша компания Unisky Stream Technology, инжиниринговая компания, она уже будет, так скажем, на свой баланс, у нее будет плюсовой. А это значит, что наш проект в 25-м году в третьей четверти должен принести, ну, в третьей четверти, это как обычно происходит, уже принесет первые дивиденды совладельцам этой технологии. То есть, мы довели нашу технологию не просто до сертификации, вот, мы казали, что она есть, нет, мы довели ее до того, что эта сертификация нужна была, что кто-то ее хотел увидеть, потому что кто-то хотел эти трассы, и теперь они уже строятся. То есть, с чем я вас и поздравляю, мы довели до прибыли, довели до прибыли нашу технологию. Немножко смешно звучит, но это очень-очень радостно, и, конечно, нельзя не улыбаться, ведь как люди это сделали без банков, без крупных корпораций, без каких-то государств определенных, то есть, люди главные составляющие того, что эта технология, этот транспорт получился, что этот транспорт реализовался. Ну, я думаю, что эти 600 тысяч человек, это только начало. В ближайшие десятки лет у нас станет миллион, потом 2 миллиона, потом 10 миллионов. То есть, это сообщество, оно будет расти, оно будет обучаться. Сейчас сделана платформа адаптации и обучения. Каждый человек с любого уголка планеты может присоединиться к Skyworld комьюнити, завести новые знакомства, создать свой бизнес, при том, что это созидательный бизнес. Мы создаем, мы помогаем продвигать инновационные экологические технологии, при том, что это может происходить где угодно, когда угодно, на любом языке, на любом континенте, с любым человеком. И мы занимаемся созидательной деятельностью. Разве это не чудо? Марина, разве это не сказка? Правда, звучит как сказка. Вопрос только в том, что это не сказка, а какая-то воображение, а это уже годами работающее сообщество, которое объединяет и усиляет друг друга. Как много коллабораций, как много новых друзей объединились вместе и создали собственные даже бизнесы по ходу того, что происходит по нашему, так скажем, проекту и нашей технологии. Огромное движение, социальное движение, социальная трансформация происходит с помощью SkyWorld Community и Анатолия Эдуардовича Юницкого. Пожалуйста, заходите на его официальный сайт unitsky.engineer. Вы увидите там очень-очень много полезного, начиная с 1966 года. Представляете, этот ученый всю жизнь отдал науке и отдал нашей прекрасной матушке-земле, нашей природе, понимая, как этих две вехи объединить и сделать цветущий цветок. Потому что мы без технологий уже никуда не сможем. Но у нас есть выбор, какими технологиями пользоваться. Потому что именно от этого у нас будет абсолютный рай, где все наши роботы, искусственные интеллекты и программы будут помогать выполнять то, что нам необходимо. То есть, будет забирать нашу работу. Так скажем, есть такая очень интересная картинка, где едет автобус и с одной стороны такая серая скала, а с другой стороны обрыв и очень красивый закат с пейзажами. И там, где скала, человек смотрит, не видит ничего, кроме этой серости и так со слезой говорит, ИИ, искусственный интеллект, заберет у меня работу. И такой грустный. А на другой стороне человек смотрит на закат и думает, искусственный интеллект заберет у меня работу. То есть, чувствуете, насколько по-разному люди могут смотреть на технологии, на решения, на наш проект, даже на то, что вы сейчас подключились и тратите свое время и свое внимание именно в этом направлении. Многим просто не понять, потому что они и не хотят. Они не хотят изучать, уделить час или два, или день для того, чтобы узнать, что за ученый, а что за технологии, а как он это предлагает сделать, а что стоит за этими людьми, а они вообще что-то сделали, как прошли последние пять лет их жизни, продуктивно они делают. Ответив на каждый из этих вопросов, вы просто поймете, что семимильными шагами организация растет и развивается во благо всего живого на нашей планете. и это направление от Юницкого, которого я вижу как одного из отцов планеты, то есть он настолько мощный, что готов и может, способен ухаживать и заботиться обо всей планете, обо всем человечестве и вообще обо всем живом. И понимаете, изучая его, даже если мы не поддерживаем проект, просто изучая и понимая, мы программируем себя, мы чувствуем это видение, причем не просто фантазийно, а с аргументами, что из чего протекает, как это получилось, почему именно так сейчас обстоит и что мы можем с этим сделать. То есть Анатолий Эдуардович взращивает мировоззрение человека, взращивает наше общее понимание, общее представление о мире и причем приводит его к очень-очень эффективному и благоприятному развитию. Ведь все то, что я изучил за последних восемь лет, уже восемь лет, за последних восемь лет я узнал огромную часть информации именно из работ и монографии, из тех будущих технологий, которые у нас будут Анатолия Эдуардовича Янистского. Потому что в самом маленьком сжатом варианте, за самое короткое, за короткий промежуток времени, он дает максимум информации и максимум понимания. Сразу вижу вопрос, обратный выкуп будет когда? Смотрите, пожалуйста, вебинары директоров SkyWorld Community, в котором четко будет описано, когда будет то, что вас интересует. А мы пока продвинемся дальше. Команда Unisky String Technology, которую мы собрали, это действительно передовая команда, очень сильная инженерная школа, причем важно понимать, что если бы мы хотели специалистов в тех, так скажем, уровнях и технологиях, на том, на с той высоте, так скажем, на этом качестве, которое мы сейчас делаем, нам пришлось бы ждать пять лет минимум, потому что часть из того, что мы делаем, просто не преподают еще в университетах, потому что это какие-то ноу-хау, есть какие-то инновации, и это сначала необходимо определить, потом это собрать в учебный материал, опять же, можно сказать, сертифицировать, для того, чтобы можно было это преподавать в вузах, в институтах или в университетах, потом четыре-пять лет человек должен учиться, во-первых, поступить на это, изучить, и только потом у Sky World Community или у Unisky String Technology появится специалист для этого дела, то есть, понимаете, это точно никуда не годится, мы так очень долго будем двигаться, что сделал Анатолий Эдуардович, он эту инженерную школу и всех своих сотрудников поднимает их квалификацию, дает им новые возможности, и сейчас у нас передовое, передовое производство этих три завода, которые в нашей собственности, оно укомплектовано по высшему разряду, множество станков по полмиллиона долларов, представляете, по 500 тысяч долларов, и причем передовые, то есть, то, что мы сейчас делаем, наравне с космической промышленностью, можно сказать, то есть, мы делаем транспорт, транспортные модули не проще, чем авиация, при том, что у нее даже аэродинамика лучше, чем у самолетов, например, у нашего Юнилета, который сможет передвигаться со скоростью до 600 км в час, который уже, опять же, построен, и одна из главных вещей нашего проекта, это будет сертифицировать этот скоростной транспорт, то есть, дамы и господа, мы с вами создали практически базу для будущего, мы сделали с помощью одного проекта, с помощью транспортного проекта, хотя это, казалось бы, как далеко для многих, кто-то учитель, кто-то юрист, кто-то инженер, и кто бы мог подумать, что именно транспорт может дать такой сильный переломный момент, и, конечно же, дать огромные новые возможности для будущих технологий, но мы с вами это сделали, Николай, благодарность вам и таким людям, как вы, что настолько готово было сознание, готов был ум принять информацию, изучить, и действительно так долго поддерживать этого гениального ученого, ведь сначала были чертежи и идеологии, я понимаю, что, спасибо большое, что вы поддержали этот проект, потому что, если бы не вы, я в 16-м году не встретил его, именно от вас зависело то, что это начало, и вы его положили очень успешно, спасибо вам большое, добрых вам лет и здоровых жизни, действительно, это один из мощнейших объединяющих факторов, ведь теперь эти люди, во-первых, знают и про экологическую составляющую, и про нашу техногенную сферу, и про биосферу, и про новые технологии, которыми мы можем усугубить состояние нашей планеты и улучшить, как объединяться, как учиться, что такое инвестирование, как люди самостоятельно могут инициировать и создавать лучшее, лучшие продукты, лучшие услуги для себя же самих, но это же гениально, гениально, что интернет дает нам такую возможность, каждый находится, мы в тысячах или десятках тысяч километров сейчас друг от друга, но можем находиться в одном едином пространстве, делиться знаниями, даже картинкой, я думаю, вы и чувствуете часть моей энергии, я думаю, что поскольку я себя чувствую абсолютно искренне, я понимаю, что мы влияем друг на друга, мы помогаем друг другу, и наше внимание это колоссальная энергия, я благодарю вас, что она сегодня в данный час направлена именно сюда, именно таким образом мы и дошли в транспортной инфраструктуре, в нашем проекте до 15 этапа, представляете, это я когда смотрю на то количество действий, которые мы прошли, которые мы вместе сотворили, это феноменально, то есть казалось, что изначально в 16-м году, что это возможно, но не представляю, как, а сейчас я понимаю, что это абсолютно возможно, ведь я сам лично катался на разных видах трасс, на разных видах транспорта, и в Белоруссии, и в Объединенных Арабских Эмиратах, и это ощущение, когда ты на высоте птичьего полета находишься в нашем вип-транспорте, в вип-исполнении тропический, и ты просто плывешь вдоль дюн, тебе настолько комфортно, настолько приятно, и еще легкое, теплое ощущение от того, что это часть нас, мы себя, свое время, свои ресурсы, свое внимание, мы часть себя влили в это, то, что мы делаем вместе, и это заслуга каждого из нас. Дамы и господа, спасибо каждому из вас, что вы участвуете, или даже, что вы просто сейчас находитесь здесь, и расширяете грани своего понимания, и особенно того, насколько каждый человек сейчас способен влиять на мир. Ведь если раньше люди могли сказать, ой, ну, что я могу сделать, куда я могу пойти, что я могу изменить в этом мире, или как мне повлиять на такие супер глобальные вещи, представляете, теперь мы можем это сделать. Ведь человечество, и особенно те, кто осознанные, как вот эти 600 тысяч человек, например, мы, как единый организм, то есть это какая-то часть всего человечества, но мы, как единый организм, у нас есть общие ветви мировоззрения, у нас есть общие ценности и идеи, и мы, как единый организм, двигаем это вперед, свои энергии поддерживаем и развиваем. То есть, представляете, человечество сейчас сами люди крауд народ представляет одно из мощнейших государств главных народное государство потому что сами люди решают причем глам народное глобальное масштабное планетарное государство и мы с вами теперь можем решать в какую сторону пойдет наше человечество в какую сторону развивается технология даже если кто-то вставляет палки в колеса не знаю забирает от нас свободную энергию либо еще какие-то вещи происходят которые не совсем дают например задерживает нефти эру например когда можно было вот давно уже двигаться дальше человечество сейчас объединяется и становится настолько мощным что мы сможем сами поддерживать и продвигать растить именно то что необходимо этому самому человечеству и при этом эти 600 тысяч человек под предводительством анатолий ницкого уже понимают что не они одни на этой планете живут мы лишь просто самый влиятельный вид живых организмов на этой планете но на самом деле тут огромный мир она нас лишь лежит ответственность за то чтобы этому всему миру было хорошо и он процветал конечно же наша компания и наша технология сможет не только улучшать мир но и приносить огромную пользу нам нашим семьям и нашим будущим поколением ведь совладение технологий то есть каждый кто поддержал эту технологию она будет передаваться по наследству дальше и дальше и эта технология на сотни на сотни лет вперед пока у нас как я понимаю не появится новый способ получения энергии поэтому дамы и господа уже сейчас мы дошли до того что мы вышли на самоокупаемость то есть в скором времени вы мы выйдем в общем на самофинансирование на прибыль и на первые дивиденды которые с каждым годом будут расти и как сделал анатолий эдуардович очень мудро наши проекты будут распространяться максимально экономичной ценой для того чтобы как можно скорее расстраивать сеть транснет транспорта экологического 2 он уровня но каждый год каждая трасса будет приносить прибыль в общую компанию и будет дополнительно ее выращивать и увеличивать это сделано для того чтобы скорее включить эффект тот экологический который нам нужен для спасения нашей планеты чтобы не довести ее расшатывание до точки невозврата ведь это действительно то что мы видим сейчас при умножьте чуть-чуть это может быть пару поколений 40 лет то есть та точка после которой уже делай не делай но какие-то вещи восстановить невозможно будет но я верю что с такими людьми как вы что с такими людьми как анатолий эдуардович и с ростом всех тех молодых наших детей которые сейчас годик 5 лет 10-15 лет они же гений они же просто новая вибрация новая так скажем новый вид нас еще более быстро еще быстро более умный более чувствительные более понимающие нас в ближайшие десятилетия ждет фантастические изменения и нас наша же технология народная будет кормить и усилять для того чтобы так скажем продвигать и следующей технологии ведь огромная команда собрана и целая семья юницкого уже включена в эти все проекты чтобы не произошло дальше проекты готовы крауд инвестинги готовы технологии ждут каждой своей очереди необходимо просто последовательно завершать одно начинать другое завершать одно начинает другое все это разумно продумано анатолием эдуардовичем и огромной командой у нас действительно потрясающие мозги работают с международным так скажем опытом поэтому дамы и господа просто изучайте просто делитесь сделайте то самое важное что мы можем расскажите миру о том чего вы достигли youtube юни sky string technology официальный канал sky world community international официальный канал анатолий юницкий официальный канал пожалуйста делитесь с вашими близкими делитесь с вашими родными делитесь с людьми которых вы даже не знаете но вы видите что у них есть либо движение в рост либо осознанность либо желание помочь либо желание экологии то есть либо желание делать созидать то есть создавать что-то хорошее делитесь тем что у нас есть потому что мы с вами достигли невероятных высот то что государство могло бы сделать но не сделало сделали люди ради всего живого и у нас сейчас 15 этап просто пожалуйста следите за новостями сейчас каждая новость круче другой мы наша вене sky string technology и стала и научной организации и это очень высокое звание в белоруссии по-моему там около десятка всего компаний так у нас и доктора наук работают нас такой штат собрался что просто вау наши заводы просто вышка то ощущение у людей у министров у королей у разных представителей разных стран которые приехали за последних два года в арабские эмираты и как которые приехали на экспо 2020 и были у нас в шарже в серти и парке шаржа ресерчин технологии инновейшн парк в нашем юесте центре а то что они чувствуют когда видят наши анкерные опоры это экологические здания этот проезд на экологическом транспорте это оставляет невероятные впечатления ты понимаешь действительно на каком уровне сейчас находится мир особенно когда приезжаешь из провинции откуда-то мы живем в том будущем практически уже сейчас который мы видим в наших фантастических фильмах только маленький шажок необходим для того чтобы это реализовать абсолютно для всех не только для верхушек государств но именно для всех людей нашей планеты чтобы все могли этим пользоваться поэтому дамы и господа изучайте задавайте вопросы общайтесь с теми людьми которые вас пригласили на эту встречу или откуда вы узнали об данной технологии данной встречи о анатолий эдуардович и главное не бойтесь задавать вопросы развивайтесь интересует это поможет каждому из нас и в себя взрастить и себя чуточку себя вложить в этот мир и конечно же этот мир приукрасить чтобы всем было комфортно в нем всем было хорошо в нем и у всех были огромные возможности чтобы проходить этот телесный опыт нашей души я благодарю вас за сегодняшний день за этот час за наше внимание если у вас есть вопросы пожалуйста пишите я постараюсь их освещать на будущих вебинарах пишите пожалуйста мне на корпоративную почту я конечно же помогу вам узнать как те знания которые вы получили либо которые сегодня не были озвучены где их получить как их использовать и как вы можете уже здесь и сейчас улучшать свою жизнь занимаясь созидательной деятельностью создавая все то лучшее что мы можем себе представить и пожелать как для себя так и так скажем самое чистое такое для наших детей нет ничего чище желание передать лучшее нашему будущему поколению но как показывает скорость нашего развития и развития нашего проекта и нашего сообщества sky world community не только наши дети увидят плоды наших действий и слов сейчас а уже очень скоро и мы сами собственными телами и умами соприкоснемся со всем тем благом которое мы умудрились создать на этой прекрасной планете 15 этап с вами я благодарю вас за внимание конечно же надеюсь что вы поделитесь тем что вы сегодня услышали и как минимум хотя бы один час своей жизни уделите тому чтобы узнать что же такое за гениальное существо на нашей планете анатолий эдуардович юницкий человек который действительно понимает и то как работает наша техногенная сфера это какая жизнь создалась на нашей планете и как нам вместе жить сообща у каждого человека есть шанс и возможность стать частью этого движения главное задать себе вопрос вы готовы к этому я надеюсь что вы готовы и напоследок скажу очень важные слова которые меня сильно тронули когда я их первый раз услышал от анатолия эдуардовича юницкого мы получили эту планету не в наследство от наших родителей мы берем ее взаймы у наших детей давайте сделаем так чтобы на этой планете хотелось родиться и чтобы на ней было просто потрясающе жить чудесного вам дня чудесной вам ночи где бы вы ни находились будьте будьте пожалуйста здоровы дышите глубже обнимаю вас до новых встреч и до новой связи с вами была компания sky world community и артем курбанов рад служить добру на этой планете до новых встреч и 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